Ребята, вам срочно нужно подписаться на канал Рубатый Гейм. Этот парень снимает клэш-ояль, у него стримы каждый день, приятный голос, качество роликов шикарное, контент реально на уровне. Проводят также розыгрыши, атмосферные стримы и прочее. Короче, вкладывают всю душу в свой канал, но вы должны его, ребята, поддержать. Также он иногда снимает интересные факты про ютубера. Он уже снял про Аурума, а, и про Базюгейм. Короче, вам просто нужно зайти на канал и заценить его. В общем, ссылку оставлю в описании. Ребята, подпишитесь, парень очень хочет 5000 подписчиков. Я надеюсь, что мои зрители помогут ему в этом. Ссылку я оставлю, ребята, в описании. Привет, друзья! Вот и настал тот момент, где мы сегодня прокачаем последнюю доступную эпик-карту на 8 уровень. Это Торнадо. Я даже немножко сравнил. Мы сегодня выкинем 100 тысяч золота на ветер. Ну, в прямом и переносном смысле. Значит, это последняя эпик-карта, которая доступна на 8 уровень, которую я еще не прокачал. Остальные вот-вот уже на подходе. Я в каждом выпуске говорю, это не исключение. Этот выпуск не исключение. Поэтому напишите в комментариях, какую бы следующую лего вы вот прям очень бы хотели увидеть у меня на обзоре. Вышибалу там, палача, ведьму, шарик, арбалет. Все, что угодно. Все, что у меня вот здесь в сундуке появится. Я задоначу. Вау, кстати. Слушайте. А возможно, я даже сегодня задоначу и быстренько открою вот этот сундук. Потому что арбалета и вот этого лучника я был бы не против нафармить. Короче. Вы пишите в комментариях. Набираете 10 тысяч лайков. Подписывайтесь на канал. Ну и ваша карта, которую вы там напишите, естественно, попадет в следующий выпуск. И возможно, даже если вы хотите вот этот ролик, чтобы я записал, да? Так как я фармлю арбалет, а потом еще арбалетом играю, ну, пожалуйста, лайк, подписка. Больше у вас ничего не надо. В этом меня очень сильно поддержит и заставит потратить небольшую копеечку на фарм. Но я не знаю, успею ли я сегодня закинуть или же нет. Ну что, друзья. Переходим к открытию, хотел сказать. К прокачке торнадо. 100 тысяч золота на ветер. Бум. И все. Значит, добавилось всего лишь 7 урона. Многие скажут, блин, ну и зачем было прокачивать? Что тут такого? 8-ое, 7-ое торнадо. Какая нафиг разница? Для меня, если честно, большая разница. Вот этих 7 урона мне как раз не хватало. В тех случаях даже пример приведу. Летит на меня лава, шарик. Я засасываю с помощью торнадо их на середину. Выбрасываю, ну вот конкретно этой колодой, выбрасываю ракету. И что вы думаете? Шарик 8 уровня выживает от урона от торнадо и от ракеты. И именно 7 урона не хватает. Там вообще мили хп остается. И он за лавой летит. И тем более, блин, его не уничтожить. Потому что я трачу очень много элика. Короче, как раз одного вот этого 7 урона мне не хватало. А так в целом, да, практически отличий нет. Зап и торнадо убивает миньонов, банду там и прочих юнитов. Но против максимальных там карт некоторых реально не хватало. Вот такая вот у меня колода, почти уже фулл. 4-1 эликсира. Поехали. Я 2 дня не играл, ребят. Кубки, естественно, не поднимались. Я как слил в прошлый раз, да, для фан-атаки. Так и остались эти кубки. Колода у меня не то чтобы новая, но она мне очень заходит. Она мне очень нравится. Интересная, без сборщика. Поэтому поехали. Честно, не знаю, чем сейчас тут. Хотя прошло 2 дня, ничего тут не изменилось. Играют все тем же, наверное. Забрасываем бревнишко. Торнадо не будем использовать, потому что, мне кажется, я криво его буду использовать. Так как там еще рыцарь, он мне помешает. Мега-муха, конечно, надо было бы лучше сначала на рыцаря. Но ничего страшного. Так, палач. Окей, тогда выбрасываем темного принца справа. Хотя надо было, скорее всего, ракету на палача. Но посмотрим, короче. Возможно, сейчас все будет нормально. Так, он должен использовать торнадо однозначно. Прям инфа соточка. Еще гоблина сейчас должен использовать. Так, принц доходит к вышке и наносит небольшой урон. Выбросим-ка ракету, друзья мои. На палача его выбрасываем, чтобы нанести урон. Так, сейчас, скорее всего, пойдут гоблины плюс хок. Мы выбросим стражей. Вот, сразу же. Так, если просто в соло гоблина... Хотя, я думаю... Нет, стражей или торнадо. Я не знаю, что лучше выбросить. Стражей или торнадо. Стражей или торнадо. Блин, пока он думает... Ага. Лучше стражей и торнадо. Лучше... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и бревно придется тратить или не придется. Может быть и хорошо. Задефл. Кстати, я довольный, потому что ноль урона нанес мне хок. Так. Ну, смотрите. Даже с учетом того, что я, как бы, голема слил до двойного элика, ракету потратил. Это не дешевая карта, это не дешевое удовольствие. Я все равно нормально держу вышку и еще ее не потерял. Так. Сейчас мы будем забирать его левую башню. И мы, надеюсь, ее заберем. Блин. Вот эта последняя тычка от хока была нежданной. Так. Здесь у нас темный принц. Теперь видим, противник выбрасывает палача так, чтобы я не нанес уроном... Ой, не уроном, а ракетой не нанес урон по башне и по палачу. Так. Выбрасываем бревно. Все равно голем взрывается возле башни. И как бы противник не хотел задефать ее, он в любом случае ее теряет. Тут у нас дракончик пойдет. Палач сагрис на дракончика. Блин. Нет. Не получилось. Немножко не получилось. Так. Хорошо. Голема ставим справа. Так. Сейчас мы будем бревнами добивать. Надеюсь, два бревна мне хватит. Да. Два бревна... Мне даже одного хватит. Оп. Так. Главное, ледяного духа было уничтожить. Блин. На 7 хп использовать бревно, конечно, не очень будет. Не очень, короче. Будет. Так. Здесь мега-миндион. Ах, ты ж, блин, рыцаря еще вперед выкинул. Ну, ладно. Так. Смотрите. Он не забивает. Серьезно? Он не забил на башню свою. Но она все равно, он ее теряет. Так. Добивает бревном мою правую башню. Но я, скорее всего, здесь победил, ребят. Слишком много юнита у меня. И видим, что дракончик не умирает от ракеты. И уже все. Unreal the death. Отлично. Игра. Да. Нормально. Нормально. Ну, конечно же, тут не с помощью 8-го торнадо. То есть, не за счет 8-го торнадо я выиграл. Но я уже сказал, в чем причина прокачки торнадо на 8-й левел. Реально иногда не хватает вот этих 7-хп. А вот. Ну что. Едем сразу же во вторую онлайн-атаку. Так, Спарта против нас. Спарта. Блин, классная колода. Не паришься насчет сборщика. Ставишь этот сборщик. Вечно его дефует. Ты теряешься. Не знаешь, что делать. Ну, тут не паришься. Че, начало игры. Ставишь голема. Все, понеслась. Так, против нас либо 3-м ушки тер, либо, я не знаю, либо, либо это, арбалет, что маловероятно. Либо коргик. Короче, че мы гадаем, да? Это, скорее всего, коргик. Вау, я ванга. Так, ну тут стражики, естественно. Так, тут у нас дракончик, потому что у меня еще орда мух будет. Я не знаю почему, но я читаю таких соперников. Нет. Вот падла такое. Ладно, здесь мега миньона. Так, так, варвара уничтожить. Замечательно. Так, тут у нас бревно. Копейщики зря. Такс. Замечательно. Колдун бьет кол... Ой, колдуна. Колдун бьет голема. Это смешно. Противник немножко зафейлил. Фаер... Ой, какой фаерболт, а. Такс. Сейчас бы, конечно, можно было бы подкинуть масло в огонь. Ну, то есть темного принца. На его скорую руку, да? Он потратил весь элик. Вот. Ну, поспешил парень. И, в принципе, нанести небольшой урон. Но я такой терпливый. Я люблю, конечно, экономить эликсир. Поэтому выброшу голема. Практически, можно сказать, отдаю вышку. Даже не практически, а реально отдаю вышку. Скорее всего. А может и не отдам. Сейчас посмотрим. Так. Этот... Фаербола у него нет. Поэтому... Смотрите, сейчас два сплэш юнита. Просто варваров должны в щепки разобрать. Еще есть разгон на принц. Ай, варваров все нет и нет. Ну, блин, долго он, долго, конечно, варваров выбрасывал. Так, тут у нас мега-миньон. Естественно, естественно, мы вышку забираем. Здесь подбрашиваем стр... Подбрашиваем. Подбрасываем стражей. Колдуна. Что мы будем делать с колдуном? Оставить его? Или дефать? Да, оставим его, короче. Оставим его. И сейчас пойдем слева на трешку. Вышку также отдаем. Хотя, наверное, мы сейчас трешку заберем. Все. Забираем трешку. Сколько нам еще? Нет, нам надо задефать, потому что я так понял этот... Блин, а что я заговариваюсь сегодня как-то? Этот парень пойдет, скорее всего, на трешечку. Поэтому тут бревнишка выбросим. Отлично, да? Так, тут с помощью торнадо немножко всех соберем в кучку. Дабы дракончик всех дамажил. И забрасываем на трешку ракету. Так, это у нас какой? Второй поединок или третий уже? Второй вроде бы, да? Да, это второй. По-моему, он ракету тоже на свою башню выбросил. Хотел задефать ракету ракетой. Так, плюс 27 кубков. Ну что, мы 4900 в этом выпуске делаем? Делаем, конечно. Понеслась. Понеслась. Так, у нас 13-й левел. А ну, прочитайте его ник. Блин, сразу захотелось. Господи. Да. Так. Ну что, голем оставим. Даже если там хох, что-то пойдет, нам не страшно. Хотя нет. Это, походу, мортира. Это страшно. Потому что... А нет, голем. Голем с копейщиками. Интересно. Это может быть дешевая колода с големом. И я могу ей проиграть. Ну, это тоже без сборщика, скорее всего. Но у меня колода подороже. Ну, ладно. Рано еще делать выводы. Непонятно еще, что у него за дека. Так. Мега-миньон. Давай трех мушкетеров. Нет. Банда гоблинов. Ну, бревно закидываем. Однозначно. Бревно. Туда забрасываем ракету. Блин. Одного гоблина не убили. Ну, у него, по идее, торнадо есть. Да. Потому что палач без торнадо. Дека говно. Так. Ну, смотрите. Сейчас уничтожаем голема. Тут выбрасываем темного принца. Дефаем мега-миньона. И получается контратака. О, шахтер. Но, смотрите. Мега-миньон по-любому должен к вышке долететь. Так как танкует у нас принц. А нет. Зап. Зап, конечно, спасает мега. Ой, мега. Вышку. Вышку. Вышку спасает зап. Но я пока лидирую. Я пока тащу. За счет того, что, блин, классная дека. Меня вот бесят палачи, да. Потому что я их никак не могу никогда законтрить. Не умею против них играть. А вот с ракетой. Вот с ракетой. Это классно. Это вообще бомба. Так, ну что. Выбросим, наверное, стражей. И выбросим, наверное, мега-миньона. Это быстренько сейчас минус голем. Тут у нас бревно. Блин, да что я по одному гоблину вечно не попадаю. Хотя мог всех забрать. С помощью торнадо всех подтягиваем к голему. Дабы они там взорвались. Так. Голем взорвется возле вышки. Вижу, он не успевает с торнадо вообще. Так. И мы забираем ему левую башню. Изи-бризи. Что там, бочка с гоблинами? Серьезно. Окей, окей. Тогда бревно больше тратить не буду. Можно было бы, конечно, пойти на трешечку. Но это, конечно, опасненько будет. Забиваем. Забиваем на шахтера. Пускай дамаж... А, он, короче, так вот, да? Ага. Ну, ладно. Я тогда ракету и торнадо оставлю для голема. И, возможно, он на трешку пойдет. Так. Вот это, конечно, не очень удобно для нас. Вообще прям плохо-плохо. Все прям печально. Но, смотрите, мы уже второго голема сейчас ставим. Так. Мы ставим второго голема. Сейчас будем использовать бревно. Используем бревно. Вот такое вот бревнишко. С помощью торнадо оттягиваем всех-всех-всех юнитов. Одного гоблина не добили. Черт возьми. Но мы забираем на трешку. Это была борьба за три короны. И я в ней одержал победу. Ну, потому что у меня там побольше юнитов было. 4 900. В принципе, плевать. Потому что 4 900 я уже брал давно. Наверное, неделю назад. И даже 500 уже брал. Просто я сливал кубки для выпуска, где я играл лучником 6 уровня. Кто не смотрел этот выпуск, можете посмотреть. Там лучник реально 6 уровня был. В общем, ребята, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ждите мои новые выпуски. Я желаю вам удачи. Хорошего вам настроения. До новых, ребята, встреч. И скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok